Здравствуйте! 108 преступлений совершено за минувшую неделю в Палдарской области. Раскрыли из них 84. Почти 160 семейных дебоширов с начала года привлечены к административной ответственности в Палдарской области. При этом в отношении более 2300 человек вынесено защитное предписание. В студии говорим о тех, кто нарушает закон или случайно становится его заложником. И вместе разбираемся, как не повторять ошибок. С вами Артем Клеван. Вот о чем будем говорить сегодня. Вердикт присяжных. Кто может стать судьей из народа и какие требования к ним, обсудим в студии. Брусчатка раздора, ремонт дорожек в парках и скверах Палладара обернулся уголовным делом. Продажа из-под прилавка. За незаконную реализацию спиртного полицейские изъяли товар и пустили под бульдозер. Кто может оказаться в составе суда присяжных? Практика рассмотрения уголовных дел с участием судей из народа стала довольно часто применяться. И повестка из храма Фемиды может прийти практически к любому казахстанцу. Какие условия и запреты действуют, все сегодня узнаем. В студии прокурор Павлодарской областной прокуратуры Елена Корнева. Вам добрый вечер. Здравствуйте. Елена. Суд присяжных у нас, вот практика рассмотрения дел, на моей память, я, конечно, может быть, меньше вашего работы в системе, я не работаю вообще в системе правоохранительных органов, но с ними тесно сотрудничаю последние лет 10. И, наверное, лет 5, вот я бы так сказал, как у нас очень активно используют суд присяжных. Особенно, знаете, вот вся страна наблюдала за делом Бешимбаева и историей, где конкретно как раз-таки принимало решение суд присяжных. И там тоже подробно начали рассуждать, обсуждать, как вообще это все устроено. Вот. Но здесь мы будем рассматривать конкретно Павлодарскую область. То есть у нас суд присяжных присутствует в специализированном межрежном суде по уголовным делам Павлодарской области, по-моему, больше нигде. Только там же так рассматривают дело суд присяжных. Да, Артем, совершенно верно. В Казахстане с 2007 года работает институт присяжных заседателей. То есть работу в судебной системе граждане получили возможность Республики Казахстан принять с 2007 года. Вот. Конечно, широко и увеличилось количество дел, рассмотренных с участием присяжных заседателей. Резко именно с 2023 года. Вот. И получается, что в настоящее время и на сегодняшний день действует закон. И с начала текущего года увеличилось и количество дел, по которым может быть применен институт присяжных заседателей. Давайте сразу. И достиг, да, извините, договорю, 44 дела. Преступления. Преступления. Сколько, основные это убийства? Да, безусловно, это убийства. Но убийство, в принципе, было всегда, наверное, с 2007 года, нет? Убийство было с отягчающими обстоятельствами. То есть не часть первого убийства. Убийство с отягчающими обстоятельствами. Это незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ. Ранее этот институт был применен по преступлениям, где была предусмотрена смертная казнь. То есть мы далеко назад сейчас, если вернемся, в настоящее время очень расширен круг этих преступлений. Я говорю, вот он достиг числа 44 составов уголовного правонарушения, куда также входит неосторожное преступление, такое как нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть одного и более лиц. Стало быть, в суде могут рассматриваться именно ДТП, связанные с... Со смертельным исходом двух и более лиц. Двух и более лиц. Один человек тут, извините, пожалуйста, рассматривает просто судья, без суда присяжных. Так, мы обозначили, значит, у нас в основном это убийство. Убийство сейчас и 99-я часть первая. Особо тяжкие преступления. Да, все особо тяжкие преступления. Все, что в СМУСе рассматривается. В СМУСе вообще для меня СМУС это суд, где только убийство, изнасилование, изнасилование именно несовершеннолетних или малолетних и наркотики. А вымогательство, да, в особо крупном размере? Потому что это является особо тяжким составом. Да, все особо тяжкие уголовные правонарушения рассматривает специализированный межрайонный суд по уголовным делам. Просто какие еще дела могут оказаться там? И все дела, подпадающие под рассмотрение дел с участием присяжных заседателей. Мы сейчас с вами говорили. Вот, то есть если 345-я часть 4-я без суда присяжных, в принципе, суд номер 2 может рассмотреть или нет? Он направляется, это дело направляется в специализированный межрайонный суд по уголовным делам. Поскольку, проводя предварительное слушание, судья выясняет. И воспользоваться правом о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей, подсудимый может и до стадии предварительного слушания, и выразить уже окончательное решение на предварительном слушании. Что, соответственно, если он сделает, воспользовавшись своим правом, суд будет уже формировать коллегию присяжных заседателей. По вашей практике, при определении, что будет рассматривать то или иное дело суд присяжных, вот чем руководствуются обвиняемые, подсудимые? Что они хотят? Доказать свою правоту именно судям из народа, не осознавая, что там тоже не так все просто? В первую очередь, как показывает анализ, это не очевидные, по мнению, опять же, как стороны защиты и подсудимого преступления. Хотя на моей практике, когда подпадали под институт присяжных заседателей уголовных дел против половой неприкосновенности несовершеннолетних, первое вот мое дело с рассмотрением участия присяжных заседателей было именно такое. И вот для меня до сих пор, наверное, этот вопрос имеет место быть, поскольку я так и не поняла, при очевидности фактов, при достаточной совокупности доказательств, подсудимый принял такое решение. И, соответственно, вердикт был обвинительный. Все доказательства судом признаны допустимыми, признаны виновным. Более 20 лет лишения свободы ему было определено. То есть они ищут защиту у народа? Конечно. Конечно, безусловно. В этом ситуации. Несмотря на то, что 100% преступление совершил. Но все равно доказательство. Опять же, если по квалификации, мы говорим о том, что направляем в уголовное дело по убийству, особо тяжкому преступлению, и уже для определения окончательной квалификации, оспаривает наличие умысла. То есть он не оспаривает факт того, что в результате его действий наступила смерть. Вместе с тем, мотивы при этом подсудимый оспаривает. Вот в таких случаях тоже воспользуются правом. Но большее количество дел, конечно, это по факту незаконного сбыта наркотических средств. Здесь тоже, да, мы должны понимать, что в основном на скаме подсудимых оказываются молодые, и они пытаются доказать, что без попутал, довело. А также жизнь там или еще какие-то обстоятельства. Вплоть до того, что это была мука, я не знал. Даже так пытаются объяснить. Да. То есть вот это эмоции. Мы же говорим о том, что это публика, это люди, это принятие человеческого фактора в первую очередь, и вся идет надежда на это. На суд присяжных, как и, в принципе, на суд, давление в любом виде запрещено. Но при этом судья – это профессиональный юрист, который повидал уже все, что только можно было. Судья из народа – это в первую очередь обычный человек, который сидит также в соцсетях, читает, пишет и так далее. И, опять же, реагирует по-своему. Там где-то женщина, да, там жалко 20-летнего, вот самой сын 20-летний. Вот, наверное, на то и расчеты берется. Но вот в зале заседания вы, когда присутствуете, вот родственники, там мама приходит поболеть, скажем так, за своего сына или за свою дочь, которая на скаме подсудимых. Вот они какими-то вот слезами пытаются оказать воздействие. И в итоге оказывается ли это воздействие на суд присяжных? Да, вы правильно сейчас обратили большое внимание на эту моральную сторону. И уже со стадии формирования, коллеги присяжных заседателей, стороны действительно должны проявить свой профессионализм и отобрать тех присяжных. Которые будут думать только... Да, то есть вот у стороны обвинения есть право на немотивированный отвод двух кандидатов и трех кандидатов отводит сторона защиты с подсудимым. То есть уже на этой стадии мы должны правильно сработать. Безусловно, есть определенный порядок. Конечно, это все предусмотрено и регламентировано уголовным процессуальным законом. Судья, даже если мы рассматриваем уголовное дело, общественный резонанс, по которому имеется, безусловно, средства массовой информации уже очень... О многих фактах рассказали. Рассказали, указали, да. Действительно, это... Что немаловажно, вот хочу сразу подчеркнуть, что СМИ-то рассказывают факты, а общественность складывает свое мнение. Безусловно. Чаще всего сразу начинает обвинять. И судья после того, как сформируется коллегия присяжных заседателей перед присягой, предупреждает. Вы выносите решение на основании тех фактов, тех доказательств, которые будут исследованы в процессе. Вы не берете во внимание то, что вы услышали, прочитали, шепнули. И, безусловно, предупреждает о недопущении какого-либо контакта процессуального с участниками процесса. И если присяжный будет уличен в этом, а такие факты имелись, то, значит, заявляется ходатайство одной из сторон и производится замена. Помимо того, что производится замена, уголовная ответственность несет присяжный? В данном случае оснований в нашей практике, в нашей области не было. То есть для того, чтобы это имело место быть продолжению. Были уличены с родственниками подсудимого, разговаривая с родственниками подсудимого около здания суда. То есть, безусловно, это недопустимо. Никто из участников процесса, в том числе сторона обвинения, защиты, потерпевшая сторона, не имеет права вступать в какой-либо контакт. Проще говоря, присяжный закончил заседание, вышел из здания суда, сел в машину, уехал и вообще ни с кем не контактирует. Конечно. Присяжные приглашаются до начала процесса в определенное отдельное помещение. После начала процесса уже приглашаются. То есть даже там у них и вход немножко иной, нежели вот у других участников процесса. То есть меры в этой части судом, организационно, безусловно, приняты. И я полагаю, что и участники процесса не заинтересованы в том, чтобы кто-то из присяжных имел какой-либо интерес. В случае, безусловно, законодатель предусмотрел ответственность. Уголовную. Ну и ситуация с тем же Бешимбаевым, когда показали якобы в одном из СМИ присяжных заседателей, у нас действует четкий запрет на то, что вообще, в принципе, даже показывать суд присяжных нельзя, чтобы из общественности, так понимаю, никто не нашел никогда никаким образом, особенно до вынесения решения суда, не оказал какое-то воздействие на человека. С этими целями. Не показывать вообще никак нельзя его... Безусловно, да. Но мы сейчас не говорим о применении мер безопасности. Мы говорим о том, что мы не разглашаем сведения, мы не демонстрируем лицо. Вы также, участвуя в процессах с участием присяжных, все это знаете и, в принципе, и не делаете этого. Да, насколько мне известно, вот также из средств массовой информации по делу Бешимбаева это было сделано, ну и реагирование судом также было, имело место быть. Я имею в виду причину, почему нельзя показывать присяжных заседателей. Безопасность их или, в принципе, может как-то повлиять на исход дела в процессе, ну, при вынесении решения, что с ними какие-то контакты начнут появляться? У подсудимого, у потерпевшей стороны есть родственники, чтобы лишний раз не произошло никакого давления на присяжных заседателей. В нашей области, за вашу 2007 года практику, были ли факты именно давления на... Не так, что на улице где-то случайно с родственниками переговорил, а прям давление на присяжных заседателей? Нет, такого серьезного факта не было. Никто из присяжных с таким заявлением не обращался. Но вот были несколько фактов, когда уличали, значит, в разговорах с участниками процесса, в том числе со стороной защиты с адвокатами, присяжных заседателей. Мгновенно была произведена замена. И не будем скрывать, коррупция у нас тоже присутствует в стране, никто ее пока не победил, невероятно, когда-то победит. Не давление, а подкуп. Подкуп, да? Да, присяжных. Ну, безусловно, да, это все может произойти. Поэтому законодатель и предусмотрел здесь четкую ответственность. И если такой факт будет установлен, здесь уже, соответственно, принимает решение в процессе государственного обвинителя, мы либо выходим с рапортом. Вообще, даже если мы устанавливаем давление на свидетеля, то есть если мы в процессе работы устанавливаем такой факт, и он об этом свидетель или потерпевший сообщает, мы, соответственно, реагируем уже. Обращаемся на имя руководства, и там уже другие службы занимаются непосредственно этим фактом. То есть это не входит в рассмотрение дела по существу. Поэтому это уже совершенно другое рассмотрение. Мы как-то сразу перепрыгнули на процедурные моменты, когда уже присяжные заседатели оказались в зале судебного заседания. Но до того, как туда он придет, как он туда придет? Да, и это очень часто встречающийся вопрос у наших граждан, действительно, и у моих знакомых часто возникает вопрос, а как попасть, вот интерес, конечно, есть. Информационная аналитическая система формирует в алфавитном порядке список, по запросу суда, уполномоченный орган предоставляет этот список по необходимости. То есть процедура какая? Мы вот уже с вами сейчас озвучили. То есть право на рассмотрение дела с участием присяжных заседателей обладает только подсудимый. При ознакомлении с материалами уголовного дела следователь обязан ознакомить его с правом рассмотрения дела с участием присяжных заседателей, если обвинение подпадает под перечень данных, данного статей. Соответственно, если лицо изъявило желание, суд рассматривая дело в предварительном слушании, а по особо тяжким делам предварительное слушание проводится в обязательном порядке, выясняется также этот вопрос. То есть настаивает ли подсудимый на своем ходатайстве. Вот если настаивает, то уже суд запрашивает соответствующий список, указывает в постановлении количество, необходимое для явки. Ну, конечно, как правило, если судья определит в количестве 200 человек, 150 человек явку, конечно, такое количество не приходит, к сожалению. То есть и раньше явка была очень слабая. Мы несколько раз откладывали процессы по делам именно вот ввиду неявки достаточного количества кандидатов, которое должно составлять не менее 25 человек. Только в том случае производится отбор. А иначе даже мы к этой процедуре даже не приступаем. То есть один к двум. Насколько я помню, присяжных 12 человек сидит в зале. Да, но вот для того, чтобы приступить к этому отбору, судья должен убедиться в явке не менее 25 человек. И уже после производится путем, значит, определенных вопросов отвода. Кто может, кто не может по объективным причинам участвовать. То есть в любом случае гражданам дается такое право быть высказанным. Это безусловно. И в первую очередь, конечно, это принимается во внимание. Есть четкий перечень лиц, которые не могут. Есть возрастной критерий. Есть в силу служебных обязанностей ограничения. Если у молодой женщины, к примеру, есть ребенок младше трех лет, безусловно, конечно, спрашивают, насколько объективно она может являться. Чтобы не было причин в том, чтобы были основания для отложения судебного состояния. Вот эти списки, про которые вы говорите по алфавиту, они откуда появляются? Какая-то, не знаю, информационная база, которая просто рандомно собирает всех жителей Павлодарской области? У нас существует информационно-аналитическая система граждан в республике Казахстан. В частности, у нас по Павлодарской области. Это уже те же списки, которые у нас предоставляются, когда мы идем на голосование. То есть это в любом случае по прописке. То есть оттуда, я так понимаю, система рандомно выбирает сама? Исключив недееспособных лиц, действующих сотрудников правоохранительной системы, возраст менее 25 лет и старше 65 лет ранее судимых. Само собой. Само собой. То есть уже в таком формате предоставляется список. И направляются гражданам уведомления о том, что они приглашены для отбора в присяжные защиты. Явится обязанность человека на отбор? Знаете, вот как граждан Республики Казахстан, я полагаю, мы обязаны явиться и выполнить свой долг. Даже для того, чтобы сказать, проявить уважение к суду и сообщить о том, что мы по объективным причинам этого сделать не можем. Очень приятно, когда люди даже до состоявшегося отбора приходят, пишут заявление на имя судьи о том, что был приглашен на отбор, однако уезжаю, рейс, буду отсутствовать. Прикладывают путевку туристическую о том, что будут отсутствовать в связи с отдыхом. То есть это, конечно, безусловно, приятно. Но все-таки возвращаясь к тому, что обязан, не обязан. Когда приходит повестка, люди начинают переживать. Игнорируют, могут это сделать. Имеют право. Да, могут это сделать. То есть никакую ответственность они несут за то, что не явились. За то, что нет. Вот, разъяснили. Ко мне вопросы-таки поступали, но я, честно говоря, сам не знал. Сознательность граждан, конечно, имеет большую роль. Как это правильно? Люди переживают. А оказавшись там, вот там, не знаю, профессии, возможно, определенные правоохранительные органы, само собой понятно, не знаю, журналист. Были такие факты, были ваши коллеги. Имеют право. Да, являлись. Я всегда думал, что наоборот, как раз-таки мы, люди, которые занимаются освещением определенных тем, в том числе там уголовных дел, могут вот как-то, они думают, что они через чур могут предвзято относиться, а потом впоследствии к вынесению решить. Я так же полагаю. Поэтому, с моей стороны, я бы тоже не мотивирована была, сделала бы отвод журналисту. Так, вот. Когда отобрали 12 человек? Неважно, женщин, мужчин? 17. А, еще есть запасные. Да. То есть мы производим отбор 17 кандидатов, потом путем, значит, не мотивированного отвода отводим также. Вот у нас 5 человек, потом жеребьевка происходит. И, значит, 12 определяются кандидатов. Да, 10 основных и путем жеребьевки, и двое запасных. То есть ни суд, ни участники процесса не решают, что кто именно будет номером 1, номер 5 или 11-12, как запасные присяжные заседатели, которые также участвуют в процессе, находятся рядом с основным составом присяжных. Вот это путем жеребьевки. После того, как это состоялось, значит... После этого начинается судебное заседание? Разъясняются права. Ну, само собой. То есть это обязательный процедурный момент, конечно, когда уже сформировавшимся, уже присяжным разъясняются права, они приносят присягу, и после чего дело откладывается до главного судебного разбирательства. И надо понимать, к чему надо готовиться тем, кто все-таки согласился стать присяжным заседателем. Судебные заседания длятся порой с 9 и с 10 утра, и может длиться весь день. Ну, весь Казахстан так наблюдал за... Опять же, я возвращаюсь к тому, что... Ну, яркие примеры из последних, это дело Бешимбаева. Весь Казахстан наблюдал за тем, и все так удивлялись тому, что там происходит в суде. Хотя, на самом деле, это происходило всегда, и оно всегда так происходит. Длительно, муторно, порой... Там за сколько Бешимбаева? Месяц, наверное, рассмотрели. А порой и 3, и 4 месяца в судах сидят и слушают, и доказательства изучают. Очень долгие процессы идут, на самом деле. То, что вы наблюдали по делу Бешимбаева, это, наверное, от того, что резонанс. И вот так быстро, вот чуть ли не каждый день, плотно-плотно-плотно все рассматривали. Но по объективным причинам иногда прокурор не может. Какое-то определенное дело. Адвокаты. В производстве суда ни одно уголовное дело. Это, конечно, нагрузка. Существует график. Есть и присяжные, которые говорят о том, что... Какой-то день не могут. День рождения у него в этот день, и будет он сидеть весь день. Безусловно, это в первую очередь учитывается. Поэтому наперед составляется график с учетом мнения всех участников процесса. Все зависит, безусловно, и от объемности. И вот вы сейчас на примере уголовного дела Бешимбаева сказали, Дело действительно было рассмотрено не упрощенно, а полнота судебного следствия, она обеспечена в достаточно короткое время. То есть, ну, опять же, это связано с тем, что заседания были каждый день до обеда и после обеда. У нас немножко лояльнее здесь. Но, во-первых, опять же, это связано с нагрузкой участников процесса суда, мнением присяжных заседателей. В неделю два процесса может состояться и по конкретному делу. Три дня подряд. Потом в силу там определенный перерыв будет. Но подготовку всегда дается время. И я еще раз повторюсь, конечно, мнение присяжных всегда учитывается при отложении судебного заседания. Это безусловно. Но присяжным заседателям, те, кто в итоге им согласится стать, должны понимать, что вас это уголовное дело может коснуться там на не один пару месяцев. Конечно. Месяц, два, три и так далее. Это все судом разъясняется. Даже уже при отборе. То есть при отборе, когда они являются кандидатами, все это проговаривается, выясняется. То есть здесь в первую очередь учитывается. А впоследствии для подсудимого, который выбрал, чтобы его дело рассматривали с участием присяжных заседателей, это тоже несет определенную ответственность? Конечно. Отказаться в дальнейшем он уже не может. Даже если приговор, состоявшийся по ряду причин, будет отменен в дальнейшем высшестоящим судом, он опять на новое рассмотрение уголовное дело поступает в порядке рассмотрения с участием присяжных заседателей. То есть потом он не может заменить уже? Да. То есть на стадии предварительного слушания, до того, как судья сформирует коллегию и до процедуры отбора. До процедуры отбора. Ну и надо понимать, что обжаловать решение суда присяжных тоже не так просто. Да, совершенно верно. Его решение в принципе не обжалуется? Есть основания, конечно. Я имею в виду какие-то процессуальные такие моменты, вот по ним только, а не так, что я все равно уверен, что вот присяжные меня не так привели. Совершенно верно. Основание того, чтобы приговор с участием присяжных заседателей, он гораздо меньше, нежели рассмотрение дела в общем порядке. Но это никого не смущает, когда приняли решение рассматривать дело именно с участием присяжных. С участием, когда присяжные заседатели принимают решение, вот по вашей практике, впоследствии все равно те, кто подсудимые, они все равно идут дальше и пытаются обжаловать? Если не согласие, да, связано чаще всего, конечно, то есть любой приговор по особо тяжкому уголовному правонарушению, будь он в общем порядке рассмотрен с участием присяжных, это право участников процесса, участие подсудимых, наказание в виде лишения свободы назначается и срок всегда превышает 10 лет, то есть это мы говорим о минимуме, да, соответственно апелляционная жалоба осужденного как правило. Да, но вы должны понимать, что в случае с присяжными заседателями вы несете в полную ответственность за то, что впоследствии ваше право на обжалование будет очень урезано. Ограничено, да, правильно. Когда рассматриваются дела с присяжными, ну всякое бывает в зале, суда, эмоции, энергетика определенная, и люди, которые оказываются подсудимыми, они ведь рассчитывают на, в первую очередь на то, как я, не буду говорить какое уголовное дело, буквально полгода назад его рассмотрели, по-моему, я уже не вспомню, в 2023, преступление прошлых лет, он скрылся, он убежал, его нашли, он приходит, и в суде присяжных ему назначают, там, грубо говоря, там, небольшой срок, переквалифицируют статью, это имеет право делать присяжные, да? Ну, в смысле, не сами они, а... Да, это уже такая вот стадия, я думаю, мы к ней тоже вернемся, поскольку в совещательной комнате присяжные заседатели отвечают на три основных вопроса. Вино, виновь, невиновь. Имело ли место событие, доказано ли, что имело место событие, доказано ли, что его совершил подсудимый, заслуживает ли он наказание? Это основные, а потом еще составляется другой вопрос. Конечно, с учетом пределов обвинения, его объемности, также составляются другие вопросы, они предлагаются стороной защиты, стороной обвинения, и окончательные уже вопросы формируют судья перед, значит, уходом в совещательную комнату, оглашая их участникам процесса. Я к чему клоню? К тому, что при составлении вопроса чаще подсудимые, которые признают частично вину, они же пытаются доказать, что да, возможно, я там убил, или да, я был в этом месте, но я не... не было у меня там умысла убивать, или вообще я там защищался, мне угрожали, я в итоге достал пистолет и выстрелил. С учетом этой позиции, конечно, формируется и соответствующий вопрос, доказано ли, что преступление совершено при пределах необходимой обороны, доказано ли, что желал смерти, то есть вот эти формулировки, это же предлагают участники процесса. И опять же, эти вопросы, они должны быть понятны присяжным, то есть в рамках именно обвинения мы должны это формировать. Конечно, если присяжные придут к такому выводу, на вопрос, не доказано получается, что имело место умышленное убийство, они ответят, значит, на вопрос положительно о другой квалификации, скажем так, другой формулировки вопроса, они ответят положительно. Яркий пример для меня стал работой суда присяжных, наверное, с этого периода, можно сказать, и начались активные, я уже не помню, какой год, дело по убийству пенсионеров в Майкаине. И там судья из Алматы, насколько я помню, он дважды смог доказать суда присяжных, я уж не думаю, что сам подсудимый, там больше работа адвоката была. Дважды смог доказать суда присяжных, что молодой человек, которого обвиняли в убийстве, нашел карточку и только ей воспользовался. И его задержали по факту именно не за убийство, он просто обнаружил ту карточку. Рассуд присяжных дважды вынес, я уже, ну тут я уже не могу по-другому, все-таки человек мог оказаться в тюрьме, в колонии на длительный довольно срок за убийство двух человек, потому что его просто бы подвели к тому, что именно он совершил это убийство. Либо, опять же, мы не исключаем, что юристы хорошо работают. Вот вы это дело помните? Вы не участвовали, скорее всего? Не участвовала, участвовала моя коллега Наталья Павловна Лопатина, да, это единственный наш оправдательный приговор. Прошлых лет, скажем так, действительно, дважды коллегия присяжных заседателей оправдывала. Я скажу, какие основания на то были. В судебном заседании недопустимыми были признаны основные доказательства, которые были добыты в силу процессуальных нарушений. Соответственно, озвучив, на тот момент действовал закон, когда процессуальные моменты, то есть как допрашивались, оказывалось ли давление, были ли места нарушения, это все рассматривалось в отсутствие присяжных. То есть присяжные удалялись, и процессуальные моменты уже основной состав суда рассматривал. Но придя к убеждению, что доказательство недопустимое, об этом сообщалось, соответственно, присяжным заседателям. И вот когда доказательств по делу не было, присяжные пришли к выводу, что невиновен дважды. Дважды. Дважды, то есть дважды. Первый оправдательный приговор был по апелляционному ходатайству отменен, на новое рассмотрение дело направлено, новые присяжные и аналогичное решение. То есть, ладно, мы сейчас выходим в рассуждение, то, что было там десятки, десять, не десять, лет восемь уж назад. Ну, по вашему мнению, вот как прокурора, как юриста доверять 100% решению суда присяжных? Это же все-таки народные судьи. Но опять же, с ними участвует и судья, надо не забывать, что он тоже на принимать решения. Я хотела только что сейчас вам сказать о том, что у нас в Казахстане применяется гибридная форма рассмотрения дел с частями присяжных заседателей. Десять присяжных заседателей, и с ними в совещательной комнате находится судья. Это не значит, что судья говорит. Что делать. Да, что делать, как голосовать, за что. Это все анонимно, и все в соответствии, значит, это все письменно оформляется. Это все находится в материалах уголовного дела. Поэтому говорить об этом, я, соответственно, я такие, этот вопрос не допускаю, вот, а объясняет неясности. Кроме того, в процессе присяжный, имея вопросы, он может через председательствующего задать в ходе допроса. То есть, опять же, если что-то неясно, вот, или полагать, что нужно выяснить, присяжный может обратиться к суде, сформировать вопрос, и он будет озвучен. Я все-таки считаю, что работа... Ну, наша система суда присяжных, взять, допустим, там, я не знаю, служу по кино, да, потому что не изучал никогда судебную систему США того же, да, у них суд присяжных, у них чуть ли не карикатуры рисуют, и все это так красиво расписывается. Я так понимаю, у них суд присяжных может сам принимать решение без суда. Да, 11, да, это классическая форма, и я бы хотела сказать, что у нас одобрен этот законопроект, и если он будет принят, а это было одобрено в марте текущего года, то мы также перейдем к классической форме рассмотрения дела. Будет два вида, или все-таки полностью классический? Да, здесь альтернативы не может быть, вот, то есть, ну, пока еще рано говорить, но об этом уже есть соответствующий проект. Я к чему клоню, к тому, что все-таки там-то люди, обычные люди, они могут сесть между собой, да, ничего не допоняли, ничего приняли решение, как приняли. Я полагаю, что у нас правильно это все поэтапно осуществляется, потому что, ну, доверить сразу отправление правосудия гражданам без достаточных на то знаний, это, конечно, преждевременно, я бы сказала. Это преждевременно, и чем... Вот, я про это и говорю, что у нас сейчас вот система такая смешанная существует, и ей доверять, учитывая, что есть судья, даже по тому же Майкаину, где все-таки дважды вынесли решение оправдательный приговор, опять же, судья же тоже с ней присутствовал, вместе тоже принимал решение. Два раза, значит, оправдали не просто люди из народа, а люди, в которых рядом сидел человек, который там специалист с многолетним стажем. А если... Ну, я бы тоже, наверное, не доверял пока. Наши, к сожалению, населения не настолько еще пока, мне кажется, готовы в плане законодательства. Мы рассуждаем пока, как... Вот, знаете, в такси едешь, слушаешь, что вот... На эмоциях, я бы сказала, на эмоциях. И, как правило, они, обычных граждан, перекрывают эмоции, то есть о фактах забывают. Вот. Забывают. И вот, вы знаете, я хотела об одном таком вот моменте сказать. Очень было много обсуждений на предмет, ну, нелепости, так скажем, поведения стороны защиты в ходе допроса эксперта по делу, которое транслировалось. Да, без шума. Это одна из тактик увести внимание присяжных заседателей от фактов, о которых сообщает эксперт, на собственное поведение нелепых вопросов. Да, то есть вот в этой части существует, я говорю, определенная тактика, которая работает, и работает она с присяжными. То есть вот, и мы же наблюдали эти эмоции, эти возмущения. То есть очень много внимания было уделено именно поведению адвокатов. То есть вот как они относились к этому. Забывая о сути. Забывая о сути. Мы много, да, в те дни много обсуждали именно то, как вёлся допрос. Судебный процесс – это состязательность. И каждая сторона, если сможет доказать… Смотрели мюзикл «Чикаго»? Смотрели. Примерно так иногда я наблюдаю за судебными процессами, потому что именно так он на самом деле и выглядит. Кто кого переплюнет. Вам спасибо за разговор, за беседу, за пояснение я. Кстати, если ты оказался в суде присяжных, зарплата сохраняется за тобой на месте работы? Или тебе суд… Обязательно, безусловно, сохраняется. И предусмотрен также определенный процент от зарплаты судей районного суда. То есть половина. Вот, ещё и заплатят тебе с суда. Вот, всё. В этот момент мы, да, не успели… Денежки, простите, в наше время имеют большую роль. Да. Вам спасибо, дорогие телезрители. Ну, а мы продолжаем нашу программу, как обычно, обзором новостей. Мать осуждённого пыталась передать сыну в колонию деньги в Павлодаре. Купюры при досмотре обнаружили в пачке чая. До адресата финансы, конечно, не дошли. В отношении женщины составили протокол и направили в суд. К тому же лишили свиданий с родственником на год. Закон при таких нарушениях это предусматривает. Меж чем на этой неделе надзирателям пришлось оперативно спасать жизнь другого заключённого. Заметили, что мужчине стало плохо в камере, лицо исказилось. Оказалось, произошёл инсульт. На место вызвали медиков скорой. А пока врачи ехали, самостоятельно оказали первую помощь. Госпитализировали в итоге в реанимацию. Нехватка опыта и знаний бывшего чиновника довела досками подсудимых в Павлодаре. Будучи заведующим сектором отдела ЖКХ, Баужан Аралов подписал 16 актов выполненных работ по ремонту брусчатки. Делали её в 2022-м. И предприниматели, а их было несколько, уложили не весь заявленный объём. Но деньги получили. Напомню, подозрения возникли ещё осенью прошлого года. Тогда вооружившись рулеткой, следователи и сотрудники Акимата принялись перепроверять квадратные метры. В 2022-м году чиновники от ЖКХ запланировали ремонт брусчатки на 54 тысячи квадратных метров в Павлодаре. Тендер на сумму более 373 миллионов тенге выиграла павлодарская фирма. Однако предприниматель позже осознал, что такую работу сам не потянет и предложил её знакомому. Тот, по версии следствия, согласился, но при этом разработал преступную схему по обогащению. Привело это к тому, что по документам работу всю сделали, а фактически брусчатку уложили не везде. Сейчас объёмы считают, что не все они объёмы выполнены. Они же нам предъявляют деньги, чтобы мы им оплатили. А мы из-за этого не оплачиваем пока. Сейчас разбираемся, пока расследование идёт. Расследование в суде или расследование... Нет, ещё пока не в суде. Пока ещё, да, они считают, сейчас ходят, замеряют всё эти объёмы. Подсчёты объёмов следователи начали после обращения специалистов отдела ЖКХ. Первым забил тревогу завсектором Баужан Аралов. Именно он подписал 16 актов выполненных работ, а позже сам же и засомневался. Чиновник объясняет это тем, что опыта и знаний нет, а потому и доверился на слово. А вернулось это для него же уголовным делом. Обвиняет по статье «Халатность». Представитель Акимата в суде озвучил итоговую сумму ущерба. Первая экспертиза показала 190 миллионов. Ну, дальше ещё выявили ещё 65 миллионов. В конечном итоге 125 миллионов 600, по-моему, причинённый учёрб к государственному учреждению. А это откуда? Ну, там, получается, ещё сотрудники и специалисты выезжали на какие-то... Ну, получается, на эти... на выезд. И выявляли работу то, что экспертиза не учла. Вместе с теми на скамье подсудимых и два полдарских предпринимателя. Один из них – директор фирмы, выигравший тендер. А второй – тот самый бизнесмен, который, по версии следствия, согласился выполнить работу по замене брусчатки. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Все трое, к слову, свою вину отрицают. Почти 1200 бутылок и банок с алкоголем уничтожили полицейские в Аксу. Под раздачу попал товар местной предпринимательницы. Женщина трижды привлекалась за торговлю спиртным в ночное время, но штрафы её не пугали. Ей даже приостановление лицензии не взмело успеха. В итоге стражи порядка пошли на кардинальные меры. Всё изъяли и проехали бульдозером. Спящую на дороге по владарку пришлось будить полицейским. Сотрудники заметили даму в обнимку с бутылкой спиртного при патрулировании. На замечание она не реагировала, а проснулась лишь, когда её стали поднимать. За подобное поведение, кстати, также предусмотрена административная ответственность. Такой была неделя происшествий. Если ваши права нарушают, звоните в нашу редакцию 5549. Разберемся вместе. С вами был Артём Клеван. И пусть закон всегда будет на вашей стороне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова